Экономика Приднестровья. Каковы перспективы? Когда улучшения почувствуют граждане? Ответ в работе отдельных предприятий. На ММЗ медленно возвращается стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Предприятие вырвалось из оков серых схем. Итог – более 22 миллионов долларов в экономику Приднестровья. Только за 7 месяцев этого года. И это лишь один пример. Приднестровская железная дорога, Биохим, Молдавская ГРЭС. Никаких контрактов через посредников. Никаких контрабандных и коррупционных схем, как это было в недавнем прошлом. Результат – выросли поступления в бюджет. В обменных пунктах появилась валюта. Финансовая прозрачность – залог развития нашей экономики. Это аксиома о жизни наших предприятий в новых реалиях Лидия Солкуцан. С начала года прошло 7 месяцев. Все основные экономические показатели Приднестровской железной дороги выросли. Объем грузовых перевозок – в два раза. Налоговое отчисление – в плюсе. Если в прошлом году предприятие к июлю месяцу потеряло 9 миллионов рублей, то в этом году чистая прибыль составила полтора миллиона. Без убытков. Отчасти. Этот прирост, он за счет изменения подходов реализован, он опять же реализован за счет отказа от серых схем. НЕКО нет сейчас в системе железной дороги. Платежи в бюджет увеличены, объем продаж увеличен, эффективность деятельности увеличена. Предприятие работает исключительно в рамках государственных ресурсов. Руководство железной дороги придерживается прозрачной политики не только в отношении финансов. Прямой диалог выстраивается и с экономическими агентами, в частности, по вопросам тарифной политики. С 1 мая 2017 года были введены новые тарифы на перевозки, которые по сравнению с предыдущими отличались практически вдвое. Что позволило нашим экономическим агентам увеличить объемы своих перевозок по железнодорожному транспорту. Мы встретились с потребителями услуг железной дороги, то есть с теми, кто использует подвижной состав. Это и цементный комбинат, это и металлурги, это и цельскохозяйственники, то есть зерно. Таким образом мы смогли сформировать общий пакет заявок, просчитать и определить, что при снижении ставок мы раскрутим оборот. И еще, что касается нововведений. Теперь по желанию предпринимателей разгрузка вагонов производится силами железной дороги. Ранее это делали агенты наши экономически своими силами, привлекались автокранные люди. Зачастую эти люди были не обучены, это нарушение техники безопасности. Сейчас это делают наши профессионалы. Это сокращение времени, простое вагонов. Чем больше объемы работ, тем выше зарплаты рабочих. Больше рабочих дней, зарплата выросла благодаря этому. На данный момент получается пятидневка, больше рабочих дней по зарплате тоже, ну большую часть она устраивает. С сентября пятидневка вновь вводится официально в планах сохранять и развивать темпы роста. Объемы грузовых и железнодорожных перевозок увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло это и в том числе благодаря ликвидации серых схем и фирмы прокладки на Молдавском металлургическом. Растут объемы производства, есть рынки сбыта. Большую часть товарных потоков ММЗ везут локомотивы. Получается связка без серых схем. Молдавский металлургический. Приднестровская железная дорога. Они безусловно работают в связке и многие вопросы решаются совершенно другой ценой и в другом порядке. Быстро, когда люди просто-напросто нацелены не на извлечение какого-то скрытого дохода, а на нормальное эффективное взаимодействие. В начале года ситуация на ММЗ была совсем другой. Итог правления связки Шевчук-Байтезеев – минус 33 миллиона долларов оборотных средств. Миллионные долги по всем направлениям. Государству, банкам, поставщикам. Дело не только во внешних факторах, на которые упорно ссылались так называемые кризисные менеджеры. Все мы знаем, что в предыдущие годы к работе завода было много вопросов. Вы знаете о результатах проверки счетной палаты, которая выявила то, что с завода выводились значительные оборотные средства. По сути, ситуация была очень сложная в январе месяце. И, скажем так, над заводом повисла угроза его полнейшей остановки. Что, в общем-то, по сути, прямая угроза экономической безопасности нашего государства. Инструментов по зарабатыванию денег для себя у предыдущих управленцев было достаточно. Происходило все это под покровительством самых высоких должностных лиц из прошлой власти. Кредитовался завод, например, рублями, которые напечатал ПРБ в прошлом году. Пустыми, ничем не обеспеченными деньгами. По словам министра экономического развития, эти деньги работу предприятия никак не улучшили. Зато повлияли на обвал курса национальной валюты. Да и сам завод остался в должниках. Инструментарий, он не использовался один. Безусловно, это изъятие части доходности из продукта через фирмы-посредники. Когда цена занижается и реальную часть доходности, часть маржи оставляет у себя, существует масса вот этих вот незаконных инструментариев, которые на самом деле не просто вредят предприятию, а в целом создают очень неблагоприятную обстановку у республики. Денис Лукинчук работает на Молдавском металлургическом разливщиком стали. Супруга в отпуске по уходу за ребенком. Денис – единственный кормилиц в семье. Говорит, в прошлом году было сложно. Не хватало средств. Были сложности просто даже вылечить ребенка полноценно, потому что денег не хватало элементарно. Еще и кредиты от тех лучших времен остались. Сейчас в этом году все намного лучше. Просматривается более стабильная работа завода. В первую очередь это металлолом. И мы уже непосредственно ходим третий месяц без перерыва в смену. А это для нас номер один. Сейчас мощности ММЗ задействованы более чем наполовину. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2017-м, на заводе выросли основные показатели. В июле месяце мы произвели порядка 45 тысяч тонн готовой продукции. И порядка 45 тысяч тонн отгрузили. То на август месяц мы уже запланировали производство по сортопрокатному цеху порядка 52 тысяч. И где-то в этих же пределах планируем произвести отгрузку. За семь месяцев текущего года сумма уплаченных налогов превысила показатели 16-го на 30%. Начались выплаты долгов как государству за электроэнергию и газ, так и банкам и поставщикам металлолома. Сейчас у ММЗ прямые договорные отношения. Без фирм-посредников, как это было раньше, и никаких серых схем. Это вот еще один пример того, как повышение прозрачности в расчетах сказывается на результатах работы компании. Мы буквально пару дней назад рассматривали результаты работы Приднестровской железной дороги. Там ситуация такая же была в прошлые годы. Была фирма-посредник, на которой, в общем-то, вся прибыль оседала. Ситуация поменялась, фирма-посредник ушла, и совершенно другие результаты. Такая же ситуация, в общем-то, и на ММЗ. Еще один пример избавления от серых схем – Бендерский биохим. В ходе следствия выяснилось, завод оказался в центре коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов. Все материалы об этом содержатся в одном из уголовных дел, главный фигурант которого – бывший президент Евгений Шевчук. В то время, когда мы зашли на это предприятие, ситуация была крайне тяжелая. Вся готовая продукция находилась под арестом. Счета были заблокированы. Более 40 миллионов кредиторской задолженности. Более пяти месяцев люди не получали заработную плату. И в такой ситуации нам приходилось начинать работу. На заводе говорят, благодаря господдержке и частным инвесторам производство удалось запустить. Появляется шанс решить еще одну проблему. Не первый год тянутся за заводом долги по зарплатам перед работниками биотехнологии. Так раньше назывался биохим. Тогда, в 2012 году, уволили более 100 человек. И не выплатили людям долги. Имущество никакое не будет распродаваться. Наоборот, стоит задача сейчас весь имущественный комплекс объединить и сконцентрировать в одних руках, для того, чтобы предприятие стабильно могло продолжать работу. То оборудование, которое находится на балансе биотехнологии, Губиохим его выкупит. И за счет этих средств биотехнология погасит задолженность перед работниками. Сколько предприятий Приднестровья оказались на грани выживания в результате работы серых схем? Какой ущерб нанесли государству бывшие управленцы? И кризисные менеджеры установят следствие. Наша экономика только встает на путь выздоровления. Предпринятые с начала года меры уже позволили сохранить ММЗ, Приднестровскую железную дорогу, биохим. А это работа и постоянный доход почти для трех тысяч граждан Приднестровья. Лидия Солкуцан, Наталья Стратонова, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский телеканал.